Выйти из подъезда или зайти в него с ребенком в инвалидном кресле – большая проблема. На встречу с депутатом Татьяной Одинцовой Игорь Толмачев пришел с надеждой. Рассказал о крайней необходимости установки пандуса в своем жилом доме. Но любые просьбы, касающиеся детей, надо реагировать немедленно, считает парламентарий. У меня такая проблемка. Нам дали детский садик в другом районе. Мы живем в Супонево, а нам дали в микрорайоне Восточный. И в силу того, что мы с мужем оба работаем, забирать ребенка из другого района возможности вообще… Вы обращались в управление образования, чтобы вам поменяли садик? В управление образования нет, не обращались. Почему? Чтобы получить путевку в детский сад, необходимо отстоять электронную очередь. Но нередко место предоставляют далеко от дома, что крайне неудобно для работающих родителей. Поменять сад непросто, но возможно. Чтобы в эту машинку они залезли и поменяли, конечно, если есть такая возможность. Вот на момент выдачи, например, сегодня вам бы давали путевку, такой возможности не было. Все занято было. Будем ждать, когда освободится такая возможность. Она может быть завтра, может через месяц, может через два. Как раз получите. Круг вопросов огромен. ЖКХ, медицина, культура, меры социальной поддержки. Дмитрий Шуренков пытается разобраться в льготах для военнослужащих. Говорит, устал отбивать пороги. Я прихожу, допустим, в военкомат, мне говорят, это не к нам вопрос, чтобы пойти в СССР. Я прихожу в СССР наш, в Ершовске, мне говорят, а вы военные, это вам военкомат. И то есть получается вот такая замкнутая цепочка. Пообещали не только распутать эту цепочку, но и помочь с работой. На личных встречах каждому уделяют максимальное внимание. Даем много рекомендаций, даем сразу же телефоны. Даже пытаемся тут же соединиться с ответственными лицами нашей Одинцовской администрации, чтобы ускорить этот процесс. Помочь хочется всем. Вот сегодня на прием записалось шесть человек. Ну, как показал прошлый раз, все люди, которые заходят, мы всех принимаем, никого мы не оставляем за дверью. Вот считаем своим долгом, если люди пришли, им надо обязательно помочь. Личные приемы населения проводят в Звенигороде каждую неделю. Обратиться к депутатам могут все желающие.